Сидит, ловит бегемота на удочку У них не было огня, но был уже металл Есть реально мудаки и есть очень хорошие люди Приехали в долгожданную Бурундию Ох, как долго мы сюда ехали из Танзании Из-за границы с Кенией, наверное, 900 километров до Бужумбуры По таким себе дорогам Дороги были средние, в целом были хорошие участки Но были и ужасные участки Значит, Бурундия – это страна, затерянная в центре континента африканского И мало кто сюда едет У нас на визе стоит номер 41 Это значит, что за 17-й год в Бурунди В московском посольстве было выдано всего 41 виза Вот так вот, представляете, какой в стране туризм активный Hello С немецких, с автоматами, с оружием На грязной машине, а те охранник ночью умоет ее А утром ты можешь дать ему чаевые за это То есть такой, без тарифа, безо всего Попрошенная на 5 долларов дам Пусть радуется Вообще, Буженбура, Бурундия – очень бедная страна Очень бедная страна Это крутой район Здесь хорошие дома Видите, все заборы с решеткой Колючая проволока Все как полагается В общем, после долгих рассуждений вчера Решили пойти в национальный парк Русизи В Бурунди Здесь мы сейчас будем ловить змей И кусать их Вот Густаво А, Густаво, ищем крокодила Густаво Он говорит, где-то здесь был Нет, он говорит, что здесь клетка Приготовленная для Густаво Когда его поймают А В общем, для тех, кто не знает Густаво – это такая местная легенда Крокодил-людоед Который нападает на людей И съедает их Если они плохо себя вели Да и они приготовили для него специальную клетку В которую они посадят его, если его поймают Но его не могут понять, сколько уже 50 лет Его один раз даже поймали Он отбил стены и сбежал Да, он все сломал и убежал Они надеются поймать его еще раз Нашли следы Гиппаттама О, правда? Да Он пошел туда Да, вот его тропа Выходит сюда покушать ночью Вот, в общем, сейчас мы По этой дорожке возвращаемся назад Надеемся, нас будет ждать катер Который отвезет нас на озеро Танганика И спьем чистейшей Родниковой африканской воды Татьяна, вы будете? Я подумаю Я посмотрю, когда все покинут Когда вы, Рома А это же не сразу эффект проявляется Африканизация начинается попозже В древней пирамиде цивилизации Бурунди Нам выдают Специальную форму, которая отпугивает бегемотов Вот наши лодки уже готовы Значит, я поплыву на этой И она хоть выглядит целее Да, он совсем с дыркой какой-то Хеллоу, амигос Бонжоу 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 Спасет меня от бегемота Идем на лодку Погружаться И будем сейчас Забуримся в самое сердце Африканских джунглей Мы сейчас находимся на самом деле На границе Бурунди и Конго Ну и Руанда тут еще рядом И Танганьика является местом активной контрабанды Потому что люди между этими тремя А, четыре еще, еще же Танзания здесь рядом Они курсируют на катерине Кого по гранконтролю поймать невозможно По ночам перевозят всякую Всякий став Всякую фигню Что там им надо, не знаю Бензин, сигареты, чего обычно контрабандируют Людей, оружие, наркотики Хотя какие здесь наркотики Бензин, сигареты обычно Ну иногда может быть Чучела животных там Или если где-то охота была Мясо какое-то, еще что-то Птицы Это утки Это утки У него книга есть Это пеликан Да, и пеликаны, но работают есть Подходят к ним? Вот мы увидели бегемотов Точнее, их уши Один утонул Второй тоже утонул Пятеры Пятеры Субтитры создавал DimaTorzok Горы Конго Горы Конго И вот куда мы пойдем Вот они, города Конгостей, да? Да Граница реки Русизи, которая несет грязь и землю И озеро Танганика Вот прям астетика четкая Да, это из-за разности Из-за разной плотности Из-за состава воды Установите Да, да, да Несет землю Все такое А Танганика чистая вода Вот здесь можно два Все, купаемся Окей, мы будем кушать Вон там вот Бурунди Бужумбура Вон там вот уже Танзания будет вдалеке Вот здесь Конго А там вот впереди далеко Руанда Но ее отсюда, наверное, не видно Сейчас он нам покажет, какую рыбу поймали Это конголец Танганика Танганика Он хочет продавать Если вы хотите купить, то нет проблем Окей Мы не можем... Если вы хотите съесть этот вид Окей Мы не съем Играет музыка нашли вот такое устройство которое придумали хитрые бурундийцы когда не было еще в те времена когда у них не было огня они строили вот такие штуки клали сюда сено и под солнечными лучами она загоралась и потом готовили них не было огня но был уже металл по парадоксу вот камень ливингстон вы стендли все следователям африки которые здесь стояли обсуждали свои планы и делились впечатлениями от поисков реки нил истоков нила вон толпа людей налетела привет бонжур всю деревню собрали самом центре страны бурундии национальное достояние национальный монумент масло масляно но это так прекрасное архитектурное творчество находка в самом сердце национального монумента находится фонтан с родниковой водой откуда берет исток нил похоже голубой потому что фонтан выбран в голубом цвете татьяна вот вроде бы как сказать интеллигентная женщина преподаватель фортепиано а пошли ноги фонтане мыть я хотела всех порадовать включить фонтан тоже не получилось но он заржавел оно там да но прям там сильно закипело я правда не смог вот грунте очень распространены зацеперы люди на велосипеде подъезжают у меня в руках крючок если в горочку он цепляется крючком за машину а если с горочки просто держится рукой и вот так вот едет ну да мы сейчас где-то с квинтеров 40 в час едем вон этих зацеперов много педали крутить лень и и и и и и и Я тоже, дай мне тысячу этих динаров. Ладно, сейчас поедем, я ему дам 5 тысяч местных, 5 тысяч это где-то 2 доллара. Мы ходим из Бурундии, вот такое окошко, сейчас нам поставят штамп по выезде, и мы пойдем в Руанду. Руанда выглядит цивильно, там какие-то уже... Распасть такая, я сразу понял, что там граница. Распасть уже здесь, кстати, положили, вот здесь, они уже сказали, ладно, мы и вам положим, тут 100 метров все расслабили. Это уже стоят, да? Надо место выбрать. Не, я думаю, это просто контроль. Вот так вот выглядит граница Руанды, здесь мы оформляем машину, вон там оформляем паспорта. Все, поставили? Так, нужно срочно. Поздравляем тебя. Город Кигали произвел на нас первое впечатление. Своей аутентичностью и яркими огнями. Вот улицы все сияют и горят. Разные циталии. Идет бойкая торговля. Никто не спит еще. Мы выбираем себе отель. Вот, пока, да, пока, вот это все, да, предложение отелей, Серега пошел смотреть, какой из них станут. Фото? А? Вы хотите снимать фотографии? Нет. Нет, спасибо. Как дела? Хорошо, как дела? Я хорошо, спасибо. Хорошо. Я Кода Лойз. В общем, смотрели, мы смотрели на той улице отель, себе ничего не выбрали и заехали в другой отель. Номер у нас на тридцать пятом этаже. Одна из главных достопримечательностей Тиголи – это мемориал геноцида. Вот мы сюда приехали и парковались. Сейчас пойдем посмотрим. Фишка в том, что в 1994 году здесь за 100 дней было убито более 1 миллиона человек. При населении страны 8 миллионов человек. Вот это все произведено на расовой почве. Сейчас мы пойдем посмотрим, как это все, из-за чего, вообще история всего этого. Тяжелое место – это музей геноцида, мемориал. Их несколько мемориалов по всей Руанде. Это был самый большой, самый крупный, известный. Небольшая история. До 20-х годов это была немецкая колония, потом стала бельгийской колонией после 20-х. И в 60-х, во время парада суверенитетов американских стран, Руанда тоже стала независимой. Началось все при бельгийском правительстве, когда они измеряли физические характеристики тела и выявляли разные закономерности, делили всех руандийцев на расы. В итоге они поделили на Туци, Хути и еще одну расу, забыл название Туци. Было 15%, Хути было 84% и 1% был остальных рас. И правительство, которое было избрано после обретения независимости Руанды, оно было из народностей Хути. И основным его посылом было то, что Руанда для Хути. И что Туци нам не нужны, что Туци инородные, что они не наши люди. И все в таком духе. Соответственно, у Туци были проблемы уже с 60-х годов. Они не могли устроиться на работу, детей не брали в школу, им отказывали в предоставлении каких-то услуг. И все в этом роде. И так продолжалось до 90-х годов, пока под давлением общественности и ООН не начали вводить законы, чтобы этого всего избежать, чтобы бороться с неравенством, чтобы было равноправие везде. Ну и тогда избрали нового президента, который должен был поддерживать права всех, в том числе народных меньшинств. И его лучший друг, премьер-министр, устроил убийство президента, свалил все на Туци. Сказал, что они специально убили президента и что Туци плохие, давайте их мочить. В общем, с 14 апреля 1994 года за 100 дней было убито больше 1 миллиона Туци. Примерно, ну больше чем 10 тысяч человек в день. Убивали милиция и обычные жители. Потому что было объявлено, что хути, которые не хотят очищать Руанду от Туци, тоже вне закона. Ну вот так вот все это продолжалось. Потом началась гражданская война, когда повстанцы и народные объединения начали выступать с оружием против этого всего. Организации объединенных наций ввели контингент и все это уже прекратилось. Но, тем не менее, это огромная трагедия. Это, конечно, просто такая история, знаете, в которой ты находишься на месте. Ты все это смотришь, видишь. Там, в принципе, экспозиция простаечна. Фотографии, видео, какие-то есть сети. Места снимать особо нечего. Там запрещено снимать было. Поэтому ничего не снял. Но смысл такой, что такое очень впечатляющее место с точки зрения того, как история делалась. Когда началась вся эта история с геноцидом, первое, что сделали, убили президента, как я говорил выше. У президента была личная охрана. Состояла она из иностранных наемников и собственной службы безопасности. Бельгийские войска выступали в качестве службы безопасности президента. И когда началась вся эта штука, то митингующие первое, что сделали, напали на бельгийских военных и расстреляли их. Вот здесь вот привезли, схватили их, привезли сюда и расстреляли. Но весь абсурд ситуации в том, что спецотряд бельгийский не то чтобы не оказал сопротивления. Они побросали все оружие, побросали все и сбежали. И вот повстанцы поймали 10 человек и расстреляли его здесь. Вот такая вот история про спецотряды, которые охраняют президента. Видите, президент Руанды, лучший друг Бельгии и Франции. Всего лишь на все. Какими-то мятежниками был убит. С палками. И мушкетами старыми. И мачете. Не, но убит он был взорван в самолете. Но я имею ввиду, что мятежники какие-то, ну просто мятежники. Вот такая вот печальная история. Это самая главная достопримечательность Руанды. Когда президент был взорван в собственном самолете вместе с президентом Бурунди, они летели из оружия, летели в Кигали. И самолет был взорван уже на подлете к Кигали. Прямо над президентским домом упали останки. Так получилось. Роковое сечение обстоятельств. Первые, кто прибыл к месту крушения, были французские солдаты. Иностранный легион. Они отцепили территорию. Изъяли черные ящики. И дело засекречено до сих пор. Никто не знает точной информации, как, из-за чего, каким образом был сбит самолет. И руандийцы искренне считают, что это было предательство со стороны европейских стран, в том числе Франции и Бельгии. И то, что случилось, геноцид, все эти жертвы. Очень много крови на руках европейских политиков, которые долгое время поддерживали этих людей. Вот такая вот печальная история. Зная которую, я думаю, никто бы не хотел сказать, что там Россия для русских или еще что-то. Потому что вся эта история продолжалась более 30 лет. А потом вылилась настоящий геноцид. Когда одному просто сумасшедшему моча в голову ударил. И он за сто дней вырезал миллион человек. Женщин, детей, стариков. Просто, просто так. Потому что они якобы другой национальности. Хотя до того, как бельгийцы пришли в Руанду, они все были руандийцами. И разделили их на национальности уже бельгийцы. До этого не было никаких национальностей. Вот такие вот надуманные предлоги. Татары там, знаете, башкиры, кавказцы. Блин, все одно. Всем надо жить дружно. Потому что это... Ну, не бывает так, что один человек лучше другого. Сколько езжу по Африке. Ну, вообще по миру. Нету хороших или плохих наций. Есть реально мудаки. И есть очень хорошие люди во всех нациях. И самое приятное то, что, конечно же, хороших людей больше. Хороших людей больше. Просто мудаки заметнее обычно. Вот. Так что давайте будем немножко лучше. Хотя бы чуть-чуть. Музыка. 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 Музыка.